МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом этого года было заявлено, что в Абхазии запускается программа кредитования малого и среднего бизнеса. Она состояла из нескольких этапов, и сегодня, наверное, уже можно говорить о каких-то итогах. Согласен с вами, что можно говорить и об итогах, но об итогах предварительных. Дело в том, что мы запустили программу 15 июня. Программа предусматривала выделение из средств Национального банка Республики Абхазия 200 миллионов рублей на поддержание мелкого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы завершился первый этап, который длился с 15 июня по 15 июля. Я имею в виду прием документов. До сих пор идет процесс выдачи кредитов. Вчера буквально завершился второй этап, который длился прием документов с 15 сентября по 15 октября. По итогам второго этапа посмотрим, будем ли мы продлевать программу и запускать ли третий этап. Но какие у нас есть предварительные итоги. Дело в том, что изначально на первом этапе с 15 июня по 15 июля в Национальный банк Абхазии было представлено заявок на 400 с лишним миллионов рублей. Все эти заявки в виде анкет были переданы в комиссию при Министерстве экономики. И по результатам работы комиссии нам вернулись списки заемщиков на сумму в 230 миллионов рублей. Эти списки Национальный банк Республики Абхазия передал в коммерческие банки с тем, чтобы потенциальные заемщики, которых одобрило государство, могли обращаться в банки и претендовать на получение кредита. Дальше с ними проводились работы на предмет соответствия законодательства Республики Абхазия, на предмет наличия обеспечения и так далее. И в итоге коммерческими банками поддерживали проекты на сумму 120 миллионов рублей. Все эти проекты и заявки переданы в Национальный банк Республики Абхазия. И к сегодняшнему дню одобрены проекты на 80 миллионов рублей из 120. То есть большей частью Национальный банк одобрил. С теми заемщиками, которых Национальный банк не одобрил, ведутся работы по усилению обеспечения. И процесс выдачи денег уже начался на той неделе. К сегодняшнему дню выдано 26 миллионов рублей. В ближайшую неделю две остальные 80 миллионов тоже будут получены. Предусматривалось выделение кредитов на поддержку предпринимательства в сельской местности. Могут ли сельчане без лишних проволочек получить кредит? Значит, картина такая. По задумкам, 100 миллионов рублей из 200 направлены на поддержку предпринимательства в сельской местности. Соответственно, сберегательный банк Абхазии получит сумму 100 миллионов рублей на реализацию проекта в этой местности. Но хочу обратить внимание на телезрителей на две вещи. Первое. Средства, которые выделяет Национальный банк на кредиты в сельской местности, идут на поддержку предпринимателей в сельской местности. Это не тот случай, когда просто житель села приходит в банк и говорит, я хочу кредит. Мы по закону не имеем права кредитовать незарегистрированный бизнес. То есть, по-другому кредитовать теневую экономику. Первое условие, которое позволяет человеку обратиться в банк за кредитом для развития бизнеса, заключается в том, что потенциальный заемщик должен быть зарегистрированным в соответствующих органах. То есть, он должен стоять на учете как предприниматель и платить налоги. Если у него нет таких документов, если он не стоит на учете, это касается как городских, так и сельских жителей, подавать заявку на получение кредита он не может, поскольку мы, как государственный орган, кредитовать теневую экономику не можем. Первая проблема заключалась в отсутствии у людей свидетельства и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Второй момент, который вызвал сложности, заключается в том, что многие граждане Абхазии немножко, так сказать, недооценили суть этого проекта, вплоть до того, что многие из них восприняли этот проект как реализацию гуманитарной помощи. Я хочу обратить внимание на то, что речь идет о поддержке предпринимателей в селе, которые занимаются бизнесом. В соответствии с этим, Национальный банк готов поддержать только те проекты, которые в соответствии с законодательством Республики Абхазия финансируются в виде кредитов, но под обеспечение. Сегодня, в соответствии с законом о банках, мы не можем выделять кредиты не обеспеченные. Это либо залог, либо поручительство, либо государственные гарантии. И вот здесь возникают серьезные проблемы у людей, которые на самом деле хотят заниматься бизнесом, но у них нет обеспечения. К сожалению, Национальный банк не может поддержать таких людей. Для этих целей существуют другие государственные институты, бюджет, Министерство сельского хозяйства, которые решают задачи социальной направленности поддержания активности в сельской местности. Это не говорит о том, что этими вопросами заниматься не нужно. Безусловно, государство занимается этими вопросами, но в рамках финансирования из средств государственного бюджета Республики Абхазия. Но мы говорим сейчас исключительно о кредитовании при поддержке кредитных ресурсов. И здесь совершенно другие правила, они очень строгие, они направлены в первую очередь на возвратность этих денег. Мы не можем позволить себе невозвратность денег. Эти деньги нужно вернуть своевременно за оплату под определенный срок. Вот как бы я хотел на что обратить внимание. И действительно, вы правильно сказали, что у многих сельских жителей возникают проблемы с обеспечением. Дело в том, что мы не можем принять в качестве обеспечения дом, в котором живут люди. Но представьте ситуацию, когда человек в качестве обеспечения хочет заложить дом, в котором живет его семья, дети. И этот дом единственный. И представим ситуацию, что бизнес-проект не осуществился. Человеку выдали деньги не потому, что он хотел обмануть государство, обмануть банка, а по определенным причинам бизнес не получился, тем более в сельской местности. Не урожай, болезни и так далее. И человек оказывается с невозможностью вернуть средства в банк, а отобрать банк у человека, его единственный дом в селе, окажется неспособным. И в итоге деньги пропадут. То есть очень высокие риски. Поэтому я думаю, что люди с пониманием относятся к тому, что банк Абхазии очень жестко контролирует кредитование проектов без обеспечения. Мы просто не позволяем это делать, поскольку риски нужно минимизировать. Что мне нравится, и как предварительный результат можно обозначить, то, что спадает ажиотаж. Если в первый месяц национальный банк штурмовали сотни людей ежедневно с требованием немедленно выдать деньги на развитие бизнеса, то сегодня уже люди приходят, и мне нравится, что они приходят с конкретными правильными вопросами. С вопросами помочь им подобрать правильно залог. То есть уже люди понимают, что мы просто из-за решения комиссии не кредитуем. То есть приходят, спрашивают, можно ли заложить тот объект, можно ли получить поручительство этой фирмы. И я надеюсь, что в течение нескольких таких этапов все-таки у нас сформируется культура взаимодействия заемщиков и банков, когда, в принципе, мы введем этот процесс в правовое русло. Я бы хотел успокоить наших граждан тем, что мы этот процесс завершать не собираемся. У нас очень много планов. Помимо того, что у нас будет третий и четвертый этап, мы будем запускать и другие программы кредитования. Мы параллельно с этим уже в этом году, как и обещали ранее, запустим кредитование под пенсионный проект. То есть кредитование пенсионеров под их пенсию. Правда, это потребительское кредитование. Здесь речь не о миллионах пойдет, а буквально о трех-четырех пенсиях. То есть на приобретение лекарственных средств, может быть, бытовой техники, мебели и так далее. Сумма может быть 20-30-50 тысяч рублей кредита. В ближайшее время мы анонсируем этот проект, и пенсионеры под пенсию смогут получать небольшие суммы. Тоже будет касаться и бюджетников. Это чуть-чуть позже, но тоже в этом году. И я думаю, что когда программ у нас будет много, в принципе, культура кредитования будет развиваться. И те вопросы, которые сегодня существуют в нашем обществе, они будут сходить на нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова